Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в очередную серию Планеткрафтера. Начнем, наверное, все-таки с минутки бомбежа. Вы помните, что я говорил там про двойные потолки и так далее? Мне начали все советовать вот эту лестницу, где она? Вот эта. Ребят, вытащите бананы из ушей. Я четко говорю, что меня интересует двухъярусное помещение без вот этого перекрытия. То есть высокое в два этажа помещение без перекрытия между первым и вторым этажом, чтобы можно было ставить сюда высокие объекты. Лестница мне никаким образом вообще не поможет. Поэтому, ребят, прежде чем советовать и думать, что я полный балбес, как бы я, конечно, балбес, но не до такой степени. Вы хотя бы поймите, что я хотел. Что я хотел? Так, подожди. Кислородные баллоны. По поводу кислородных баллонов я скоро банами тоже начну раскидываться. Ребят, если вам нравится играть с этими сраными комнатками, которые по всей карте раскиданы, играйте. Кто ж вам мешает-то? Но это, знаете, уже начинает напоминать незадыхайку, где мне постоянно навязывают какие-то багаюзные механики. Мне неинтересно вот это. Мне неудобно это. Мне нравится бегать с баллонами, потому что я никоим образом вообще ни к чему не привязан. И меня это полностью устраивает. Так, значит, что я хотел бы сделать? Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь получается. Давление 2030. Короче, у нас просадка, лютая просадка по кислороду. Каким образом мы будем его вырабатывать, я черт его знает. Ну, биокуполы еще одни. Ставить как-то, по-моему, глуповато. Биолаборатория у меня уже стоит. Что нам еще надо-то? Да просто цвет вакуанца. Вот, генератор водорослей. Так, 127, кстати, кислорода вырабатывает в секунду. Вот эту штуку было бы неплохо сделать. Генератор водорослей. Давайте, наверное, мы один сделаем. Нам нужен бакалжан. Так, бакалжан мы с вами добыли. Так, лук тоже добыли. Давайте посадим заново. Теперь нас интересует два самородка биопластика. Блин, самородок биопластика. Да. А что туда надо будет закинуть? Вот в чем. Ну, ладно, давайте мы сейчас добежим до воды. Посмотрим, подожди, где у нас вода? Где-то она там у нас. Ай, я застрял. Хе-хе-хе. Господи, а что тут так темно внезапно стало? Давненько я такого не видел. Мне вот интересно. Я сейчас, допустим, его поставлю. Но его же затопит к фигеням собачьим, скорее всего. И давайте, кстати, проверим. А можно здесь? А, здесь можно плавать. Ну, это же замечательно. Или она будет плавать. Вот, дождите, а что не хватает? Блин, бутылки воды. Хе-хе-хе. Вот я балбес. Значит, давайте мы поставим с вами вот эти штуки. Они, по ходу дела, будут просто... Да, они будут плавать, ребята. По ходу дела они будут плавать. Туда залезть никак нельзя. Ясно, понятно, спасибо. Значит, давайте второй мы поставим где-нибудь вот здесь, допустим. Окей. И я вот еще один момент не совсем понял. Мне сказали, что вроде как вот в этом каньоне есть какая-то пещера. Вот именно в этом каньоне. Потому что сказали, типа того, что сзади твоей начальной базы, где ты только появился, есть вот этот каньон. И в нем по правой стороне есть какая-то пещера. Может быть, я, конечно, в глаза долблюсь. Может, она прям вообще совсем маленькая. Но вот я каньон пробежал. Мы уже выбежали сюда. И пещеры я все еще не наблюдаю. С другой стороны, мы не бегали вдоль вот этой стены вообще. Так что давайте пробежимся и посмотрим. Вот. Вот. Да-да-да-да-да. Все, спасибо. Я понял. Значит, здесь у нас есть иридий. Много-много иридий. Кстати, я же еще не собрал после ракеты иридий, между прочим. А вот кристаллы-то мне нужны очень-очень сильно. Так, что у нас там? Там у нас все хорошо. Давайте глотнем кислородика. В принципе, вот я говорю, нафиг мне какие-то... О, так, серка. Нафига мне какие-то комнаты, если посмотрите, насколько мне, в принципе, хватает кислорода. То есть я вот только сейчас первый раз заправился. Так, тут, похоже, еще не все оттаяло. Но, слушайте, осмия мы с вами набрали много. Мне вот чисто интересно, если поставить, допустим, здесь... Так, подожди. Семя лир мы заберем. Чертеж микрочипа. Ткань, наверное, я не буду забирать. Я лучше еще здесь пособираю чего-нибудь полезного. Мы сюда, может быть, еще когда-нибудь заглянем. И доберем все оставшееся. Вот сюда, в этот биом, надо бы, наверное, поставить еще одну добывающую установку. Я вообще жду, когда у нас откроется Т2. Потому что мне сказали, что Т2, установка добывающая, уже будет больше добывать именно редких металлов. Я на это искренне надеюсь. Так, подожди, а где моя Т1 установка? В принципе, надо нам суперсплава сделать. Мне говорят, опять-таки, почему я не иду там в какую-то пещеру за этим суперсплавом, блин? Ребят, я не иду в эту пещеру. Так, давайте мы вот это выкинем, наверное, алюминий отсюда заберем. Что сюда еще-то можно... Короче, сюда надо еще раз просто наведаться. Почему я не иду? Да мне плевать на эти вот нахождения суперсплава, потому что у нас овер дофига всяких ресурсов. Ресурсы, по сути, бесконечные. То есть, мне пишут, ой, я не могу просто на это смотреть, это же ужасно. Это просто кошмар. Кстати, почему я ракету не запустил? Это же просто кошмарно. Он расходует ресурсы. Да, это вообще просто абсолютно кошмарно. Я расходую бесконечные ресурсы. Это просто ужас какой-то. Этого нельзя просто пережить. Так, значит, что нас интересует? Нас интересуют, естественно, стержни. Два. Отлично, значит. Их есть у меня. Подожди, а где у нас кристальчики? Кристальчики у нас вот здесь вот вместе с серой. Что-то там снаружи, по-моему, полный тотальный писец творится. Так, давайте. Давайте посмотрим, что это за чертежик на самом деле. Расшифровать чертеж. Получен новый чертеж. Лампа для освещения территории. Офигеть, это прям супер нужная вещь. Так, значит, экстрактор руды. Давайте-ка глянем, что там дальше. Экстрактор газа. Автоматически извлекает газ из-под земли. Это для чего вообще? Для давления, что ли? Экстрактор руды Т2. 364 мегапаскаля. У нас еще нанопаскаля. Как я понимаю. А, нет, вот. 4 и 4. Ну да, мы практически, да, мы практически дошли. До нужного. До нужной кондиции. Хорошо, давайте мы, наверное, экстракторы сделаем. Они у нас поднимают давление на 15 в секунду. Хотя, погоди секунду, этот бур у нас на сколько? На 17. Ну, лучше экстракторы, мне кажется. О, биокупол Т2. А что я с Т1 буду делать? Ладно, подождите. Сейчас мы к этому вопросу вернемся. Ого! И как мне отсюда, блин, выбраться? Демоны, отпустите меня. Ну, серьезно? Офигенно, блин. Кажется, нам нужна еще одна дверь, ребят. Прям, вот, прям срочняк. Давайте на эту сторону сделаем еще одну дверцу. Блин, такой подставы я не ожидал, на самом деле. Блин, двери стоят дороже некоторых более ценных приблуд. Блин, кошмар вообще. Вы посмотрите на этот филиздепец полнейший. Ладно, окей, отправляемся снова в алюминиевый биом. И там давайте мы сейчас поставим еще две добывающие установки. Так, и вот что я забыл? Я забыл с собой титан. Ну, слава богу, титан у нас здесь как раз имеется. Ну и алюминий давай сразу же отсюда тоже заберем. А остальное пофигу. Ну что, ставим сюда парочку добывашек еще. Одна. И, допустим, так, подожди, что-то она не хотела объединяться. Еще вторая. Как-то так. Ну что, коли мы в эту степь с вами зашли, давайте прогуляемся таки все-таки к тому большому кругу, который вот там вот где-то должен находиться за этим алюминиевым биомом. И посмотрим, что там вообще есть. Глядишь, найдем здесь что-нибудь полезное. Да, еще, наверное, надо разбрасывать или семян, разбрасывать или травы. Вот это все дело нам надо будет поставить, скорее всего. Потому что... Ох ты, е-мое. Вы посмотрите, какая конструкция это. Потому что у нас есть просадка, как я понимаю, по биомассе. И вообще по кислороду есть просадка, так как ракеты не дают никакого бонуса к выработке кислорода. По крайней мере, те ракеты, которые нам сейчас доступны. Может быть, там дальше еще какие-то ракеты появятся? Я черт его знает. Но то, что сейчас есть, это нам никаких бонусов не дает. Тут какая-то фигня. Тут нет ничего полезного, похоже. И вовнутрь тут, кажется, пройти нельзя. Ну давайте мы с вами на всякий случай наверх заберемся. Ой, что-то у меня тут это, страх высоты сработал. Какие-то звездные врата, короче. Какие-то звездные врата. Наверняка здесь есть. Так, уран здесь есть. Семена пестеры, туска. Это все мы забираем. Ну вот, значит, больше здесь ничего интересного нема. Поэтому, мне кажется, нефиг шляться. Надо заниматься строительством и развитием по месту. Сейчас придем, как раз там все метеориты должны будут исчезнуть. И, скорее всего, там уже просто будет лежать нас дожидаться уран. А это значит, что мы сможем с вами сделать еще реакторы второго уровня. Так. Нету здесь ни черта. И даже сундуков здесь нету. Хотя, о, что-то пшикает. Значит, что-то, наверное, есть. Ну, где это что-то? Я не знаю. Ну, я ленивый балбес, и мне лениво искать. Ну, да и пофигу. Подожди. Я отсюда вижу кучу... Я просто кучу урана вижу, ребят. Прямо отсюда. Вон он, вон он везде валяется. И это все нам крайне пригодится. Да, ребят, надо просто тупо подождать, как бы. Когда вот это все падает, все эти метеориты, надо просто подождать, никуда не ломиться, никуда не спешить. Подождать, пока исчезнут камушки, и потом абсолютно спокойно собрать все нужные ресурсы. Низкий уровень кислорода. А у меня есть еще баллончики. Ну, ребят, вот если бы я был привязан к помещениям, мне бы сейчас надо было все равно искать какое-то помещение. Для того, чтобы глотнуть кислорода. Мне это не нравится. Вот так вот намного удобнее. Стоит он копейки, реально. В чем проблема сделать? Я не понимаю. Так, давайте отсюда еще кремний заберем. Так, тут... Блин, что бы сюда такого скинуть-то? Ну, давай скинем железо, заберем алюминий. Все, пойдем на базу. До дома до хаты. Может быть, еще один стержень сделаем. А, подожди, там же тоже уран валяется. Естественно, сделаем. Твою мать. Придется что-то выкидывать. А, железо. Железо. Судьба у тебя такая. Быть выбор... Блин. Еще железо, что ли? Ну да, еще железо. И еще титан, наверное. Потому что здесь два куска урана лежит. О, слушайте, смотрите, сколько здесь-то у нас урана валяется. Так, ладно, давайте сразу же сделаем себе стержни. Ну, из всего не получ... Ну, точнее, получилось, но как-то мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Спасибо. Итак, у нас есть два стержня. Маловато, конечно, но с пивом потянет. Пойдемте лучше еще соберем. Тут его должно быть много, потому что вы видели, тут был полный завал. Еще здесь где-то должны валяться иридиевые, короче, самородки от прошлого метеоритного дождя. Правда, я что-то опасаюсь того, что я после прошлого метеоритного дождя выходил из игры. Да, и по ходу дела, короче... Да, ребят, это так не работает, к сожалению. То есть, как видите, здесь нет никакого иридия, хотя здесь все было завалено им, но это так не работает. Если ты вышел из игры, до свидания. Все потерял. Так, ну, ладно, значит, мы вызовем еще сейчас, наверное, какой-нибудь метеоритный дождь, скорее всего, тоже урановый, потому что хотелось бы... Так, погоди, а что у нас там на второй-то надо? Суперплав, суперсплав, взрывчатый порошок и три урановых стержня. Давайте заберем сейчас урановые стержни, которые у нас есть, да, разберем один вот этот маленький реактор и соберем сюда, наверное, один большой реактор. Вообще, у меня была мысль, что нам ждать все равно надо много, не сделать ли нам, ну, не переделать ли нам базу вообще как-то по-другому. Потому что вот эта база, ну, блин, она, мягко говоря, убогая. Так, биокупол Т2. Удобрения нужны, образцы бактерий и выработка кислорода 1450. То есть, если с этим сравнить, здесь 135. Ой, вкусно, вкусно. Значит, нам нужны удобрения и образцы бактерий. А суперсплав у нас имеется. Ага, тут нужны водоросли, да, водоросли-то у нас нема. Так, а вот для этого, что нужно, тоже водоросли нужны. Окей, давайте пойдем посмотрим, что там с водорослями. А, и еще, да-да-да-да-да, движка у нас, конечно же, нету, да? Мне же нужен уран. Так, иридиевый стержень и еще уран. Ага, блин, иридиевых стержней-то у меня тоже нету. Да, короче, ребят, подстава, конечно, с метеоритами. То, что все исчезло. Я, честно говоря, такого не ожидал. А, да, и еще давайте-ка, давайте мы сейчас метнемся вот до того корабля. Я хочу кое-что посмотреть. Хотя, стоп, ребят, сначала мы заглянем вот сюда. О, и тут у нас еще уран валяется. Это мы сейчас заберем. Даже, я уже 3-4 вижу. Фига себе. Вот это нормальная находочка. Считаю, несколько ракет мы по урану окупили. Мне сказали, что вот здесь вот тоже есть каньон, который... Ну, точнее, я его и сам видел. Вы же помните, я по нему пытался тут ходить. Вот, но далеко вроде как не пошел. Хотя, стоп, подожди. Мне вот разве про это говорят? Здесь я ходил. Это какой-то другой уранчик. Блин, выполз называется, а? Грини под кустовный выползень. Вот сюда, что ли, мне говорили сходить? Блин, темно, как где-то в пятой точке у кого-то. Кого нельзя на твиче называть. Так, опа-па-па-па. А, блин, я думал, что такое синее? Блин, теперь непонятно, в какую сторону надо сваливать. Вот чертеж микрочипа, суперсплав. А вы мне, наверное, вот про это и говорили, да? Не, ну здесь больше ничего нету. Полезного-то. И я что-то чувствую себя совсем потерявшимся. И самое главное, что при таком освещении вообще ни хрена не понятно, куда я иду. Что? Подожди, так, ну здесь я вроде бы не был. Однако здесь ни хренашеньки совершенно не видно. Какой-то корабль еще здесь разбившийся. Наверняка здесь есть какой-нибудь золотой сундук или что-то типа того. Так, это что за кра... А, это от моего ранца реактивного, да, осталось? Ну, ребят, я честно, я вам говорю, что я очень не люблю искать что-либо. Ну вот суперсплав, да, мы тут нашли. Так, вот здесь вот есть что полезное? Наверняка же вход есть. Ага. А, только это... Нет, можно разобрать, смотри-ка. Давай разбираем. Наверняка там есть что-то вкусное. Раз это все заградили вот таким количеством всяких балок, это точно значит, что там есть что-нибудь вкусное. Так, туск. Семена фасоли. Блин, да уже, в общем-то, и нечего брать. Давай поедим сразу же здесь. Надо бы сюда еще идти. Так, низкий уровень кислорода. Ну, давай посмотрим, что здесь еще. Суперсплав есть. Еще семена фасоли. Но брать нам, в общем-то, некуда. Поэтому давайте мы отсюда сваливаем. Если бы я еще понимал, куда нам вообще надо идти. Что там висит? Солнечная панель. Короче, да, вот сюда надо будет еще прогуляться потом. Но это будет потом и неправда. Сейчас нам бы как-нибудь выбраться. Тут вон куча алюминия, но только собирать его опять-таки некуда. И я больше вам скажу, тут вон уран валяется. Блин, а зачем я железо столько, на самом деле, с собой таскаю? Вот же у меня сколько... Блин, вот я балбес. Ну ладно, это специально под уран, короче, у нас тут осталось место. Потому что уран здесь еще вроде бы был. Я же его видел. Да, вот он. Вот он уран. И вот тут еще три единицы. Еще как минимум на стержень нам должно хватить. Так, стержень собрали. Великолепно. Давайте еще один соберем. Два стержня у нас есть. Можно будет что-то куда-то переделать. Так, подожди, пойдем посмотрим, что за чертежик, во-первых, мне дается. Расшифровка микрочипа. Получен новый чертеж, экран картографирования. Да, вы мне сказали, что здесь есть GPS. Но также мне сказали, что оно настолько убогое, что можно не заморачиваться. Так, что все эти карты, они абсолютно убогие. Слушай, ну практически все поместилось. Надо бы еще, наверное... Погоди, а почему я ракетный двигатель-то не сделал? Что на него... А, на него иридивый стержень нужен. А иридий у нас нема. Может, конечно, какую-нибудь печечку разобрать. Но что-то я как-то не хочу. Лучше реально сходить вот сюда, в иридивые пещеры. И надеяться, что здесь есть иридий. Что-то я пока здесь его не вижу. Что за лажа? Блин, если сейчас не будет иридий, это будет прям... Нет, вижу. Вижу хоть чуть-чуть. Но мы соберем. Нам надо хотя бы один стержень. Тогда я вызову, наверное, иридивые именно метеориты, чтобы собрать его побольше. Чтобы сделать стержни. Так. Чтобы сделать потом урановые. Не, нормально. Спаунится. Спаунится. Что-то меня просто глюкнуло. В самом начале, видимо, не было. Но здесь какое-то количество есть. На стержень на один мы точно соберем с вами. Вон, видите, здесь тоже пара единиц имеется. Так что нормально. И на базе у нас там что-то да есть. Это что у нас? Это у нас лед. Кстати, лед. Мне тоже посоветовали собирать. Потому что, говорят, скоро все растает. А он может, типа, для чего-то пригодиться. Может быть, действительно и может пригодиться. Поэтому давайте соберем какое-то количество. У меня там на базе есть несколько штучек. Будем надеяться, что если что, хватит. Так. Вот этот желтый сундук. Мне рекомендовали его разобрать. Ну, давай разберем. Правда, кто мне сказал, что из него падает суперсплав. Как видите, из него падает просто тупо железо. Либо я, конечно, дальтоник. И он был не желтый. Допускаю, что это так и есть. Кстати, надо попробовать вот сюда. Вот в этот биом попробовать. Надо поставить добывающую установку. И вот в ту пещеру, в которую я сейчас иду. Там у нас кристальчики. Сейчас посмотрим, они вообще спаунятся или нет. Но сера здесь точно спаунится. Сера, как я понимаю, нам тоже может понадобиться. А вот кристаллы, кстати, больше-то не спаунятся. Обратите внимание. То есть мы здесь были уже довольно давно. Но я какое-то количество кристаллов вроде бы не дособрал. А, я сейчас выйду туда, к первому кораблю. Ясно, понятно, спасибо. Да-да-да-да-да. Низкий уровень кислорода. Давайте глотнем кислородика. И в самой пещере, обратите внимание, ничего больше не спаунится. Даже вот под этими большими кристаллами, которые, к сожалению, собрать, судя по всему, нельзя. Может быть, может быть, если мы поставим сюда какую-нибудь добывающую установку. Или, тем более, добывающую установку второго уровня. Мы тут сможем что-то добыть. То есть в плане кристаллов. Но пока я такой возможности не вижу. Тем временем индекс переформирования уже 32 миллиона, как я понимаю. И бодро увеличивается. Но, к сожалению, не во всех направлениях, скажем так. Так, все, водички попили. Давайте быстренько разгрузимся. Иридиевый стержень готов. И давайте сделаем еще один ракетный двигатель. Есть, ракетный двигатель готов. Вот только я опять не помню, что мне нужно для иридиевой ракеты. На иридиевую ракету нам надо 3 кремния и 2 суперсплава. Сейчас будет все. Запускаем! Так, ракета, лети. Кстати, а можно на тебя как-нибудь запрыгнуть? Нет, нельзя, к сожалению. Вау! Вау! Вы посмотрите, что тут у нас уже. Так, я не понимаю, почему, когда я подлетаю, водорослей становится все меньше и меньше. И куда вы вообще подре... А, я понял, куда они подрефовали. А, слушай, а собирать... Вот, значит, собирать это можно дело вот так вот, да? Здесь можно плавать. Благо, что здесь не надо задерживать дыхание, но нам надо будет сделать еще, как я понимаю, водорослей. Ну, в смысле, еще такие установки, потому что... Так. Вау! Да только не по моим водорослям! За что? Погоди, а что там надо на них еще? Суперсплав, баклажан, самородок биопластика. А что в воду-то? Я что вам буду нырком, что ли, работать? Начинается! Так, во, ловлю! Ловлю! Лети сюда! Хе-хе-хе-хе-хе! Мне нужен иридий. Вот, значит, водоросли у нас с вами готовы. Это значит, что мы можем, в принципе, пройти вот сюда вот и сделать удобр... Подожди, а удобрения, что там на... Сколько нужно чего? Удобрения первого уровня, две штуки надо. Так. Ага. Баклажаны нужны. Ясно, понятно. Короче, я понял, вот такие штуки нам нужны, причем в больших количествах. Проблема только, где их размещать. Так, ну давай. Сюда поставим. Слушай, а ты кислород никакой не вырабатываешь, нет? Так, энергия, шанс получить семена, понятно. Короче, ничего он не вырабатывает. Вот, давай еще вот здесь вот по уголкам поставим. Вот так вот. И, допустим... Ага, все, приехали. Давайте посадим баклажаны. Сколько я три штуки сделал, да? Раз, два, три. Так, а здесь уже выросло? Нифига ты быстрый! Ладно, не вопрос. Так, давай здесь везде тоже баклажаны посадим. А лучок как-нибудь в другой раз. Итак, значит, что вы говорите? Тут на удобрения баклажаны нужны. И сера. Причем на одно удобрение два баклажана. Что-то как-то до хрена. И где-нибудь вот здесь мы с вами добавим еще один шкафчик. Ну, вот так вот. Правда, теперь придется по столу ходить. Ну, ничего страшного. Короче, сюда мы сбрасываем серу. Ну, точнее, не всю. Давай часть возьмем. Удобрения мы можем сделать. Ну, все, как бы не водоросли, ничего другого у нас нету. Так, окей. Значит, сбрасываем все сюда. Это мы съедим. Да, ребят, ждать придется. Я чувствую много. И вообще, вот таких вот штук надо будет тоже дофига. Вот сюда надо будет поставить сейчас. Так, подожди. Еще раз. Давай посмотрим. Сколько же мне их надо-то? Во-первых, сколько у нас есть баклажанов? Баклажанов. Раз, два. Еще только два. То есть размножать их никак нельзя, похоже. Так, значит, еще железо и воду надо. Ну, давай вот здесь вот по уголкам, как я и планировал, поставим еще парочку таких же штук. И посадим туда наши баклажанчики. Так. Ну, вот так вот, да? Ай, да уж. Так, что еще мы можем пока сделать? Ну, давайте глянем. Распространитель семян. Вот эта штука нам нужна. Тем более, что у нас даже удобрения имеются. Давай-ка мы сейчас тогда возьмем вот отсюда это самое удобрение. Но у нас, правда, всего одно. Ну, давай посмотрим. Вот сюда поставим. Ага. Подожди. И что сюда? Семена фасоли, споры грибов, семя шанга. Ну, вот допустим. Если мы, допустим, семя шанга и фасоль возьмем с собой. А, и лук. Это, честно говоря, на цветы не сильно похоже, но все-таки. Так, давайте посмотрим, какое именно семечко туда надо запихать, чтобы это все работало. Так, нет. Ага, вот это. И сколько эта штука будет вырабатывать? Значит, биомасса плюс 7,20 граммов в секунду. Ну, мне нравится. Мне нравится, да. Кислород плюс 644. Круто. Так, а что у нас по цифрам-то по абсолютным теперь? Кислород полторы тысячи. Ну, кислород у нас так страдает, я бы сказал. Меня другой интересует. Где, блин, мой иридий? Который здесь должен быть кругом разбросан. Что-то я его как-то не наблюдаю. Ладно, пойдем, пойдем занырнем. Может быть, там в воде что-нибудь есть. А вот водичка здесь, кстати, такая манящая на самом деле. Приятно. Приятно манящая водичка. Так, ну что, чуть-чуть здесь иридий у нас имеется. Вот вам и сабнатика. Правда, немножко с другой физикой, точнее с ее отсутствием. Потому что все-таки в сабнатике движение, мне что больше всего подкупало в сабнатике, это именно вот это вот движение. Ты прям ощущаешь, как будто бы это ты сам плаваешь. Это настолько клево. То есть сабнатика это такая игра, в которую можно вообще не проходить никакой сюжет, а просто плавать рядом со своей базой, допустим, и получать от этого удовольствие. Я даже думал снять ролик, я говорю, 100 дней выживания на хардкоре, не отходя от базы. Просто 100 дней плавать, короче, вокруг своей базы и наслаждаться жизнью. Почему бы и нет. И иридий все-таки, скорее всего, придется собирать ручками в пещере. Мне кажется, что это будет наиболее правильный вариант. Наиболее... Не то, что правильный. На самом деле, это, конечно, нифига не правильный вариант. Но это будет наиболее простой, наверное, вариант. Так, вот там вот, я смотрю, завалы какие-то есть. Да, вижу отсюда иридий. Давайте пойдем соберем. Так, ну, два стержня, да, два стержня я собрал. И даже на третий хватило. Валя, нормально. Так, сразу давай три суперсплава возьмем. А вот с ураном у нас проблемки. То есть, придется нам по-любому сейчас вызывать именно... Так, давайте это все мы сюда скидываем. Придется урановый метеорит вызывать. Даже здесь, на платформе, короче, наверху, около ракеты, тоже валялся иридий. Так, значит, кобальт и два суперсплава. Ну, еще, короче, хватило на стержень. Короче, живем. Суперсплав и нас интересует кобальт. Все, пойдем отправлять ракету. Посылаем подругу за ураном. Ну, а тем временем, я думаю, что чем мы можем заняться, в принципе. Генератор водорослей нам нужен еще. И даже не один. Для этого нам нужны баклажанчики. Ну, начинается. Опять прям по ракетной площадке. За что? Короче, пока они падают, давайте-ка мы сейчас метнемся вот туда и посмотрим, что там у нас в плане алюминия, по добыче алюминия. Нам надо еще суперсплава наделать дофигелион. Ну, я бы сказал, что именно алюминия у нас довольно мало. Поэтому собираем все, что есть и тащимся на базу. Можно даже пару ходок сделать, пока тут все падает. Ох, ребят, задолбаюсь я потом по всей карте собирать, короче, уран. Но зато суперсплава наделали прям кучу. Вот это нормально. Вот это по-нашему. Ай, господи. Собирать, собирать, собирать. Еще раз собирать ресурсы. Улыганчики, исчезните как-нибудь побыстрее. Ладно, короче, ждем пока. Не буду пока собирать этот уран. Пока займусь другими ресурсами. Потому что у меня еще там полтора сундука ресов, которые надо тоже сейчас утащить и переработать. Что-то пока у меня больше получается найти иридич, чем уран. Видимо, от предыдущих падений он здесь остался. Но иридия я уже собрал на стержень точно. А вот с ураном пока не все так гладко. Нам надо сделать запас двигунов для отправки ракет. А потом уже думать об энергетике и прочем. Хотя я бы, честно говоря, предпочел что-нибудь типа тех же самых солнечников, которые, ну, дешевле. Просто банально дешевле. Вот я не знаю, есть тут еще что-то помимо Т-2 атомки. Потому что что-то, ну, дороговато. Дороговато, ребята. И что-то как-то мало. О, подожди, вот там вот еще. Вот там вот еще тоже упало явно что-то. И вот там вот. Отлично. По всей карте разнесло в разные стороны, короче. Давайте сделаем парочку двигателей. И, да, с остального можно уже делать стержень. В принципе, абсолютно спокойно, да? Три стержня у нас есть. А, три стержня и у нас еще есть уран. То есть, в принципе, все вообще отлично. Давай-ка мы посмотрим, значит, что у нас здесь происходит. По бонусам. Ну, тепло у нас прям вообще 8600. То есть, тепло обгоняет все. Нам надо теперь сосредоточиться на давлении и кислороде. Вот сюда я еще хотел заглянуть и посмотреть, что у нас здесь когда откроется. Генератор водорослей 25 килограммов надо собрать. У нас сейчас 1257. Ой-ой-ой. Так, ракета. Во, ракета с биомассой здесь есть, ребята. Погодите. А ракета... Так, подожди. Разбрасыватель семян. А есть ракета, которая с кислородом? Или что-то типа того? Ну-ка, ну-ка, накусь, выкусь. Давайте-ка сейчас посмотрим. Значит, по кислороду. Что нам там? Да, есть, ребята. Разбрасыватель семян деревьев. Но это 7,5 ппм. Нет, а, это вообще температура. Это вообще температура. Так, бур Т4. Генератор ядерного синтеза. Экстрактор газа. Автоматически так, подожди. Когда... Да. Генераторы водорослей нам надо, я думаю, что сделать еще. Биомасса. Хотя, я даже не знаю. Но генераторы водорослей нам нужны в любом случае. При любом раскладе. И можно еще один атомный реактор сделать. Правда, взрывчатый порошок для этого нужно сделать. Давайте сделаем взрывчатый порошок. Так, тут у нас водорослей нету, как обычно. И нам надо будет еще серу собирать. Блин. Ой, да уж. Да уж, да уж, нам куда уж. Так, подожди. Хорошо. Ну, во-первых, давай баклажан, наверное, сюда сложим. Сделаем сейчас, наверное, еще один реактор. Значит, три воды и один суперсплав. И поставим его куда-нибудь тоже вот сюда. Вообще, надо пойти проверить, что у нас там происходит по электричеству. Как наша база себя чувствует. 715 киловатт у нас свободных. То есть, в принципе, база себя чувствует прекрасно. Самородок биопластика. Баклажан. Угу. Нам надо три баклажана. Есть. Три баклажана есть. Минимальный уровень насыщения. Нам надо пожрать что-нибудь. Ну, это дело у нас есть. Давай пока космической еды поедим. И пойдем еще водоросли, наверное. Ох ты ж, ё-моё. Нифига себе, вад два дичка-то тут стало. Я надеюсь, нас дальше-то не будет топить. С такой же силой. Значит, давай раз. Два. Ну, и вот сюда куда-нибудь три. И пойдем посмотрим, что у нас там по водорослям. Да, водоросли у нас тоже появились. Правда, немного, конечно. Но лучше, чем ничего. Ну, удобрения, конечно, ни хрена нам не хватит. Этого маловато. В этой серии я боюсь, что я не смогу сделать новый биокупол. Просто банально не хватит нам некоторых ресурсов. Тех же самых бакалжанов. Так, подожди, давай сюда вот это дело скинем. Во-первых, нам надо серы еще насобирать. Во-вторых, надо что-то вот с баклажанами сделать. Баклажанов надо много. Так, что у нас здесь? Нам надо удобрения. Да, два баклажана, серо. Водоросли у нас есть. Раз. И... А, и два не хватило. Водоросли у нас нет, на самом деле. То есть маловато будет. Хорошо. Так, подожди, давай еще раз посмотрим. Значит, сюда надо будет два удобрения. Два образца бактерий. Образцы бактерий, с чего делаются? Водоросли, причем до жопы. То есть, по идее, нам в любом случае надо будет... Очень много, короче, баклажанов нам надо будет сделать, как мне кажется. И, возможно, надо будет прогуляться еще до кораблей. Потому что, вроде как, я не везде семена эти взял. Ребят, что скажете? Можно где-то вообще семена как-то получить эти? Семена баклажанов, допустим. Чтобы их было побольше. Или вот только то, что собрал, и все, и до свидания. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что это важно. А, подождите, так у нас ел праздник-то какой, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас сделаем между сериями. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжение, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока. И отличного настроения. Пока-пока, ребята.